добрый день дорогие я сума супермаркете покажу вам цены еще раз прокламирую мои новые шекер сет мельвин гамильтон хейтеры говорят что я покупаю вещи отправляю обратно но нет я все ношу и могу позволить себе купить здравствуйте дорогие друзья у меня есть свободное время я хотела бы поговорить чуть-чуть о всем известных на российском ютюбе русскоязычным пардон ютюбе хейтеров женщин у которых уже возраст многих взрослые дети или нет детей совершенно но которые любят издеваться из-за своей неполноценности за свою неудач в жизни я не знаю возможно неудач семье или проблем со здоровьем психическим потому что обычно после 50 у женщин начинается климакс и они вот начинают чудить но это не чудачество это больше всего какой-то психическое отклонение для меня это нонсенс потому что я хочу понять таких людей что ими движет почему столько ненависти почему столько уже почему то есть как вот я когда мужу рассказывал он говорит все что они там клевещет и пишут на тебя это они пишут о себе о своих жизнях таким образом они как бы замещают свою боль на тебе вот то что я обратила внимание на некоторых из этих хейтеров вот например у нас на ютюбе есть такая хейтерша монтесери наташа тетка живет подмосковье вот никогда себя не показывает боится себя показать потому что там нет внешности дело даже не во внешности там нет наверно нормальной ауры человеческой потому что по человеческому лицу уже можно прочитать многие вещи я например когда смотрю на человеческое лицо я могу сказать вот это стоп вот этот человек душевный вот этот человек ранимый и так далее но это характеристики которые могут быть опять-таки ошибочными мы все мы имеем право ошибаться но тут вот если посмотреть на вот эту хейтершу ну такое ощущение что это детский сад что у женщины или она отстала по возрасту или у нее действительно проблемы большие в ее жизни она не смогла себя сама реализовать потому что женщина которой занимается семьей занимается своей работой какими-то делами хобби но у нее нет времени следить за всеми бегать по всем каналам вот эта тетка она как вам объяснить она сама пишет я все законспектировала у меня все есть на всех это о чем говорит это называется дизордер психологический дизордер у человека понимаете я не психолог но я пытаюсь понять насколько же несчастливы и одиноки эти люди потому что это же монтесери наташа неважно доишь ты коров кто у тебя муж валера вася петя это не важно важно то что ты не удовлетворена собой ты вместо того чтобы как-то развить себя культурально я не знаю посмотреть интересный фильм прочитать интересную книгу позаниматься своими детьми ты сидишь целый день на в этой трубе на ютюбе и смотришь кто что написал потом высмеиваешь кого-то но это глупо понимаете я пошла с сыном в ресторан я считаю этот ресторан достаточно дорогим но сын захотел я его там повела в мишленовский ресторан тетка увидела я вам сейчас выставлю что она пишет что я украла чек в таком ресторане ну неужели ты глупое существо не можешь понять что в таких ресторанах невозможно подойти и украсть чек во первых ты сидишь все время во вторых когда тебе подают оплату ты берешь свою банковскую карточку и ты оплачиваешь счет и потом тебе дают эту бумажку я показала сколько фактуру сколько стоит такой ресторан чтобы люди кто мы же не часто ходим в мишленовские рестораны вот чтобы люди поняли что на любое произведение потому что для меня блюдо это как произведение искусств есть своя цена это то же самое что созданная картина или написанная поэма это тоже самое это тоже самое что пойти например посмотреть театр то есть эти люди вы понимаете вот они хейтят издеваются смеются но они себя унижают они показывают свою гнилую сущность свою душу там даже мне кажется и души то нет потому что человеческая душа она не способна жить годами в такой мерзости в такой злости поэтому мне хочется сказать этой хитерше ты сначала говорил что ты некрасивая но умная потом ты стала говорить что ты ухаживаешь с собой все у тебя нормально но все это слова ты ничтожное существо потому что ты травишь жалкая высокомерная тетка которая травит других которые уже она угола я прожила в южной америке я прожила на сан-барте сан-бартрини потому что моего мужа там был бутик посуды он обанкротился я долго достаточно прожила в южной америке но я ничего не рассказываю даю такие небольшие наводки но не рассказываю потому что я не доверяю людям ничего своей жизни ничего абсолютно в каких странах я прожила что потому что все это потом переворачивается и преподносится как ложь и вот это несчастная она начала врать что я сидела как будто в южной америке в тюрьме во первых это не оправдывание просто когда ты жжешь хотя бы луги в нормальной последовательности и закономерности ты даже гать на человека не умеешь ты выглядишь смешно это вот о первом хейтере теперь есть такая гата но это психически неадекватный больной человек очень хорошо что ты выстрела видео где мы слышим твой старческий голос уже по голосу по твоей по вибрации можно определить что ты старушка который уже больше 70 лет тем более ты поубирала видео я раньше еще видела пардон как ты выставляла свои видео где старческий сморщенные руки вот тебе конкретно хочу сказать ты очень ну извини очень тупая тетя которая прикидывается фиологами милогом потому что за семь лет на ютюбе выставляя ворованные видео а ты выставляешь ворованные видео за пять лет на ютюбе ты так и не смогла собрать аудиторию вокруг себя иметь какую-то характеристику персоналити как че как женщина как человек как бабушка ты живешь в грязи ты постоянно кого-то тебе нужно извините за выражение пардон дрочить травить унижать лгать думаю что этим таким способом да ты думал ты для себя потому что ты больной психический человек ты поднимаешься но но для нормальных людей как когда они смотрят на твои опусы вот мне лично за тебя стыдно вот как за миланскую стыдно так и за тебя потому что женщина которая все время это уже болезни сидит в ютюбе также бегает по всем каналам потом пишет какие-то гадости унижает ну вот ты вот выставила видео свинюшки да с этим с шариком но это больше похоже на мужа немецкой хейтерши или на тоже женщину которую мы видим которая делает стримы из италии такая же афи афи рюшка мелкая ничтожная никому не нужная вот ты живешь также в твоем виртуальном мире вернись в реальную жизнь потому что за семь лет я только я только два года на ютюбе но то что люди о тебе говорят что ты 7 лет периодически находишь себе какую-то жертву и начинаешь ее унижать травить психологически давить на не на нее но со мной это бесполезно бесполезно во тетки не могли поверить что я что мой муж заплатил деньги адвокату 3000 во вторых вы смеялись но почему уже год прошел и так долго до долго потому что youtube это не французская какая-то программатическая установка youtube принадлежит не франции это международный международная инстанция если и здесь не я одна только моё дело но что гата ты не знаешь и не хотелось тебе говорить но я скажу сейчас что ты тупая курица облезла я извините что я говорю но она этого заслуживает что адвокат он делает запрос через полицию полиция делает запрос да будут твои данные ты запоешь совершенно другую песню потому что ты очень-очень глупая женщина была бы ты умной ты сделал бы что-то полезное в жизни но ничего нету психопатка глупая вульгарная язык вульгарный ну я не знаю видимо тебя в жизни вот 50 такие гадости посмотрите что напишет это может женщина которую либо насиловали в детстве либо ее кто-то обманывал потому что гад и семь лет на ютюбе и ни разу себя не показала боится показать опять-таки с внешность кто травит блогеров нормальных людей вот такое чмо которая боится себя показать ну там выставила чуть-чуть голос уже по голосу можно сказать 70 лет но даже пусть тебе было бы 80 лет и женщина которым 80 лет и которые сохранили свои мозги и не опускаются в болото а ты живешь гата вот этими разборками издевательствами другими а сама-то боже эти старческие восьмидесятых годов вазочки эти парфюмы которые слить в туалет можно как ты одеваешься как ты выглядишь не знаю уже по одежде можно понять что ты себя представляешь италию мы так и не увидели красивую выходит показывает на автобане чуть-чуть где даже машины чат италию горы это что где где гата красивые отели ты высмеиваешь чужие дома красивый дом все видели твой дом как ты живешь твою машину красивая культура итальянская продукты это же все интересно люди посмотреть ничего этого нет нам твоем канале только издевательство над детьми даже издевательство над людьми высмеивание их образа жизни клевета нами потому что психически вот мой муж говорит что у таких людей психические отклонения они они даже этого не видят они считают что они совершенно нормальные вот и ну всех перечислять не буду и немка немка пропала появилась немецкая хитерша лариса появилась какое-то у нее произошло опять видимо луна не так села вот и опять у нее начались она начала пришла к травле я уже забыла не уже не обращаю на них внимание общаюсь нормальными людьми высылают донаты какому блогеру они пишут что ты она покупает этого блогера вы не можете понять что человек может просто скинуть небольшой донат это ничего не значит для него все так делать просто так потому что вы не способны на это вы жадны немецкая хитерша который угрожает всем вот кстати даже жирно на спине у мужа не хочу выставлять фотографию жирным огромным немцам она угрожает им всем что вот я приеду париж мы тебя и забьем я все и 5 10 у меня у адвоката все сохранено переведено с русского переведено сначала на французский потом с французского на английский вот это называется сибербуллинг газлайтинг вот и есть статья за это но это неважно это будет минимально там другое например она живет в россии у нее сейчас есть свой загранпаспорт она и да да пользуюсь этим загранпаспортом но новый ними и паспортный стол и не сделать потому что у нее будет проблема я не буду сейчас ничего говорить то что это очень долго и это бесполезно говорить пока не ударит по ним как говорится вот и немка сначала она высмеивала этих хейтеров говорил какие же я дата я до такой грязи не опущусь пришла ко мне выпрашивала номер телефона мои знакомые с израиля начали общаться потом все разругались она начала у прикидываться дурочкой вот что она не на самом деле немка очень давно на ютюбе и она хейтерово многих людей у нее несколько каналов несколько ребята каналов некоторые каналы сейчас даже закреплены на них у них она них уже забыла так вот и немка позвонила мне поздно вечером сказала у тебя сын не твоего мужа я экстрасенс мне карты показали ты я я верю в бога доверьтесь мне она всем так говорит я такая порядочная и ребята когда мы я ее выкинула своего репортуар телефона и мне так легко на душа стала не общаться с этим мусором она побежала к хейтерам и начала мой телефон дала начало там всякие гадости писать ложь клевету людям которых она раньше унижала это о чем говорит что себя представляет какая гнилая душа у человека живет для себя жрет срет сосет извините за выражение то скажу сосет потому что когда один раз когда мы общались позвонила она не зная нас она говорит извините сейчас дососу мужа ли там он мне полежит вот денег своих нет он говорит ну девочки вы знаете у меня нет своих денег мне муж должен скинуть на карту это как нужно жить самодостаточная женщина она не знаю она живет как-то не ждет когда и кто-то в клювик что-то положит она идет в жизни добивается а это не взялась приюта домашнего животного никакому животному не помогла ни ребенка не взялась дедома живет овощ вот я говорю для меня это овощи это паразит в обществе который живет только для себя и такой же ее муж потому что это это два психопата угрожать мне ты что думаешь что если угрожая мне я не найду способ поставить на место и неважно сколько наворовал твой муж денег мне наплевать наплевать живешь ты в доме в деревне твой твоего мужа пардон это дом или ты вы снимаете на все это наплевать главное какой ты человек если ты быдло живешь для себя не давая обществу ничего не помогая ни животным не детям только себе 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 любимая то о чем можно говорить с этим человеком это человек он эгоистичен он низок он в любую минуту вас предаст таких я просто размазываю по как говорится по тротуару но размазываю мысленно потому что такие люди для меня они не существуют